на на волна продолжается напоминаю что в прошлом видео мы оформляли и запускали этот маленький аквариум также стоит напомнить что коряги которые использовались в оформлении не кипятились и это было сделано специально дело в том что древесина которая не проваренная служит гораздо дольше чем та которая прошла обработку помимо этого мне было очень любопытно посмотреть как из древесины будет выходить так называемая биология это вообще красивый процесс за которым интересно наблюдать однако время созревания аквариума конечно затягивается вода помутнела очень сильно на поверхности образовалась бактериальная пленка растения которые изначально были размещены в аквариуме пришлось спасать в противном случае они вы просто погибли постепенно муть из аквариума ушла но появились нежелательные водоросли все эти процессы естественно для аквариума и не должны пугать большую часть водорослей конечно убрал вручную с этого дня устанавливаю световой режим по 8 часов в общей сложности на то чтобы сформировался пушатки но баланс ушло больше месяца после чего в аквариуме вновь появились аквариумные растения вид аквариума немного поменялся но как и было изначально задумано растения в этом аквариуме будут не очень хорошего качества все потому что впереди нас ждет уход за этим аквариумом а точнее за растениями в частности с помощью удобрений посмотрим как они будут меняться и именно эта тема будет основой для следующего выпуска в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для такого маленького аквариума необходимы и маленькие приспособления для чистки и ухода. В качестве сифона я использую шприц с трубкой. В труднодоступных местах мне помогают ватные палочки и ватные диски. В редких случаях не обойтись без зубной щетки. Теперь аквариум готов к заселению. Тесты показали, что перепадов нет. Все стабильно. Температура 21 градус. PH 6,5. Но кого запустить в эти 5 литров? Я просил вас порекомендовать этого самого жителя. И получил массу вариантов. Хотя аквариум слишком маленький и выбор невелик. Невелик. В итоге остановился на вишневых креветках, которые мне очень нравятся своим поведением, внешним видом, относительной выносливостью и неприхотливостью. Давайте посмотрим, как они отнесутся к своему новому дому. Первые минуты наблюдения, на мой взгляд, самые интересные. Это касается не только креветок, но и многих других жителей аквариумов. Они начинают обследовать каждый уголок, пробовать на вкус все, что находится вокруг. И следить за тем, что поблизости не было хищников. Продолжение следует... На мой взгляд, заселение прошло удачно. В других видео мы еще не раз обратим на этих креветок внимание. Возможно, к этому времени их уже станет больше. Ведь если условия содержания приемлемы, они точно будут размножаться. Ну а пока на этом все. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok